Как вы видите, рекрутирование решает многие вопросы. Поэтому имейте привычку, привычку ежедневного рекрутирования. Каждый день разговаривайте как можно с большим количеством людьми об Арифлейме. Приготовьте различные предложения для различной категории людей. Кому-то интересна возможность пользоваться продуктом, кому-то интересен бизнес. Имейте различные предложения и умейте коротко рассказать свою историю возможностей об Арифлейме. И если у вас это будет, я уверена, что рекрутирование ваших командов обязательно будет постоянным, систематическим и эффективным. Ну я думаю, что мы много сегодня узнали о рекрутировании. Мы говорим о том, что мы будем систематически рекрутировать. Не все опять. Опять у нас не все работают, да? Мы будем систематически рекрутировать, потому что на самом деле это важно. И я думаю, что мы уже готовы перейти, приехать на следующую станцию. Мы готовы? Да! Итак, следующая станция поддержания активности. Поехали! И я приглашаю следующего дежурного по станции поддержания активности. Встречайте! Директор по продаже Арифлейма Россия Дмитрий Кваша. Добрый день! Добрый день, Арифлейм! Спасибо вам большое за приветствие и аплодисменты. И по сложившейся сегодня уже традиции я бы хотел, чтобы вы также прямо сейчас поаплодировали не только мне, но и за то, что вы сделали огромный рывок, смогли это сделать и оказаться здесь. Вы прямо сейчас поаплодировали еще и сами себе. Давайте! Это супер результат. Вы молодцы. Я хочу поблагодарить Вику за то, что она дежурила на первой станции. Это была очень важная информативная остановка, но мы действительно должны с вами двигаться дальше, потому что мы узнали очень много интересных фишек, секретов, методик о рекрутировании. Но теперь, когда у вас есть достаточно большое количество новичков, которые приходят к вам в команду, каждый каталог, для того, чтобы сделать следующий шаг, продолжать развивать свою карьеру, сделать ее не менее успешной, вам нужно поддерживать высокую активность в вашей группе, в вашей структуре и в вашей организации. В принципе, если у вас есть постоянное качественное рекрутирование, и если у вас поддерживается ежекаталожная высокая активность, то это даст вам гарантию того, что вы окажетесь через год на мега-конференции в Турции. А я думаю, что каждый из вас сделал себе такой план. Правда? Да! Отлично! Почему важна активность? Что такое активность? В принципе, активность это, ну, в принципе, да, в русском языке, это показатель темпа и интенсивности наших действий. Но что такое активность в бизнесе Арифлейн? И почему это так важно? Поддержание активности очень важно потому, что по законам МЛМ и прямых продаж поддержание высокой активности гарантирует вам гораздо более высокий рост вашей организации, чем в той структуре, в которой активность не такая высокая. Вы знаете, что статистика упрямая штука, против нее, как говорится, не попрешь. И с самого начала я хотел бы вас ориентировать на цифру 70. 70% высокой активности, именно эта цифра даст вам гарантированный быстрый рост вашей организации. Потому что мы посчитали результаты роста лидеров СНГ, и статистика показывает важную вещь. Те организации, у кого активность на уровне 70%, рост команды увеличивается в полтора раза. Не только самого лидера, но и менеджеров, которые находятся под ним, по сравнению с другими структурами. Нам очень важен еще и доход. Мы в Арифлей пришли за званиями, но еще и за деньгами. И у тех структур, у которых уровень активности 70%, доход у лидера, руководителя этой структуры, до двух раз больше, чем доход в других структурах. Соответственно, мы с вами понимаем, активность это очень-очень важно. Но каким образом мы с вами можем поддерживать активность каждый каталог? И каждый каталог оставлять его на достаточно высоком уровне? У нас для этого есть достаточно много инструментов. Это сам по себе каталог, это правильная коммуникация, которую вы можете делать в своей организации. Это события, мероприятия, которые будут приглашать и заставлять консультантов, клиентов приходить к вам и быть активными. И по ходу дела, конечно, мы будем использовать большое количество онлайн-инструментов. Давайте об этом сейчас и поговорим. В принципе, я работаю в компании уже 11 лет. И когда я приходил, 11 лет назад я мог спросить у лидеров, скажите, а как вы поддерживаете активность? Вот вы хотите, чтобы в этом каталоге консультант, клиент разместил заказ. Как вы поддержите активность? Какой самый частый ответ я слышал 11 лет назад? Как вы думаете от лидера? Я вам помогу. Прозвон. Это действительно очень хороший, эффективный, работающий метод. Мы прозваниваем, говорили нам. Сегодня, спустя 11 лет, метод прозвона по-прежнему отлично работает. Но время не стоит на месте. И, конечно, приходит огромное количество новых технологий и методов, которые делают поддержание активности еще более быстрой и эффективной. Но одним обзвоном, конечно, дело не решишь. Представьте себе, что в течение года, в течение целого года вы ходите в большое количество магазинов. Может быть, даже за вашу покупку вам там выдают карточку, например, скидочную. И представьте, что в какой-то момент, в ноябре месяце, все магазины стали вам звонить каждый день и напоминать, что у них сегодня отличный продукт, и вы обязательно должны его сегодня купить. И даже вы, если вы перед отпуском в июле купили себе купальник в магазине купальников, то вам позвонят в ноябре, например, и скажут, что сегодня замечательная коллекция, большие скидки. И вам нужно сегодня прийти и разместить заказ на купальник. Но в ноябре вам не всегда нужен купальник. В принципе, если вы успешно лидеры Reflame и готовитесь скоро поехать на бриллиантовую конференцию, конечно, вам нужен купальник. Но это происходит не так часто. Поэтому просто напоминание о том, что у нас есть продукт, и поэтому придите к нам и его купите, сегодня уже не так сильно работает, потому что есть огромное количество мест, где люди могут купить продукцию. Вы должны быть в чем-то уникальной для того, чтобы к вам приходили каждый каталог и размещали заказ на продукцию. И у нас есть огромное количество возможностей для поддержания этой уникальности. Только что в предыдущем блоке, благодаря Олену, мы с вами узнали, какой уникальный продукт недавно появился в Reflame и скоро будет в наших каталогах. Таких продуктов у нас много. Уникальный продукт у нас есть. Теперь нам нужна какая-то уникальная обстановка, благодаря которой к нам бы приходили и размещали заказ на этот продукт. Что же это? Что может привлечь людей не только купить продукт, но еще и оказаться в каком-то интересном событии, где мы можем купить косметическую продукцию? Но далеко не так много мест, куда человек может пойти и каким-то образом наладить социализацию в своей жизни, посетить какое-то интересное мероприятие, событие. Во многих странах нашего региона, к сожалению, проходит еще и экономический кризис. И первое, от чего люди вынуждены отказаться, это от какого-то отдыха, от зарубежного отдыха. Люди меньше стали посещать, я не знаю, выставки, кино, театры, рестораны, кафе, если ходили в них раньше. Но задача социализации оказаться среди людей, общаться, интересно проводить время, она заложена у человека на уровне инстинктов. Пока есть человек, он будет хотеть общество. И тут с вами приходим мы, потому что у нас есть огромное количество поводов пригласить людей и представить им что-нибудь интересное. Но для начала у нас есть каталог. В принципе, сам по себе каталог, это просто инструмент. Есть каталог, есть заказ. Хочу обратить ваше внимание, каталог вдвойне поддерживает вашу активность, потому что каталог помогает вам не только разместить заказ в этом каталоге, он играет еще очень важную функцию. Если консультант или клиент, видя каталог, размещает заказ в этом периоде, он обязательно вместе с заказом получит каталог следующего периода. А по статистике есть каталог, есть заказ. Поэтому, когда человек не разместил заказ, это неправильно, не только с точки зрения, что нет баллов в этом месяце, но еще и у человека нет каталога на следующий месяц. Соответственно, уже не такой большой шанс, что человек будет активен в следующем каталоге. В этом плане каталог очень важен. Более того, есть огромное количество фактов, которые сами по себе привлекают внимание к нашему каталогу. Ну, например, немногие из ваших клиентов или консультантов знают, что ежегодно в Арифлейм печатается 100 миллионов экземпляров каталога более чем на 40 языках мира. Немногие знают, что средний тираж каталога Арифлейм в СНГ 2,5 миллиона. Это приравнивает нас, даже превосходим мы по диражу самых-самых читаемых глянцевых изданий. Мы тратим на один каталог 840 тонн бумаги только на один каталог. Более того, вы все прекрасно знаете и любите, как лидеры, которые работают с каталогами, те страницы, на которых есть образец аромата, который можно потереть и попробовать аромат. Обычно эти продукты гораздо лучше продаются, когда их можно...